На этих кадрах знаменитый старик Альмандар, Ажель и жители деревни Альдермеш, но уже в новом мультипликационном формате. А создание первого полнометражного татарского анимационного фильма «Команда татар-мультфильма» задумалась еще 8 лет назад. Мультфильм создан по мотивам популярной пьесы Туфана Минулина «Альдермештейн-Альмандар». По сюжету небесная канцелярия обнаруживает несанкционированного долгожителя, старика Альмандара, который умудрился обмануть саму смерть. Одноименный спектакль 36 лет с успехом шел на сцене Камаловского. Его перестали ставить в 2012-м, когда ушел из жизни единственный исполнитель главной роли Шавкат Бегтимиров. Татар-мультфильм перенес события в наше время. Появляются новые герои, добавочные сцены и оригинальные реплики. Когда мы в 2010 году открывали объединение «Татар-мультфильм», Туфан Минулин нас очень поддерживал. И экранизировать что-нибудь из его произведений мы давно хотели. После 2012 года мы приняли решение замахнуться на главное его произведение. Это дань уважения великому автору. Главный герой анимации не старик Альмандар, а смерть в черно-белом костюме. Любопытно, что озвучил ее сам Равиль Шарафиев, сыгравший этого персонажа на Камаловской сцене. Я сразу не очень хотел. Думаю, это тоже Шарафиев. Но потом почему-то взялся. И в том спектакле, и в этом фильме есть, конечно, похожие вещи, идеи такие. И хотели сказать зрителю, что смерти не стоит бояться. Первый раз себя в озвучке попробовал и Эмиль Талипов. Ему досталась роль Альмандар Бабая. Было тяжело отойти от этого спектакля. То есть всегда перед глазами был наш выдающийся актер, гениальный актер Шавкат Беттимиров. Но я понимаю, что зритель хотел бы, чтобы я озвучил примерно, чтобы было похоже. Чтобы как-то, как будто это Шавкат Абе сама озвучивает. Но часовым мультфильмом два года трудилась команда из 50 человек. Они создали 90 персонажей, нарисовали 650 фонов, учитывали все детали, чтобы мультфильм получился по-настоящему татарски. Представлены все орнаменты, все цвета, чтобы это было именно татарское. Татарское, а не, скажем, башкирское. То есть даже эту разницу мы улавливаем. Поэтому, так как наш зритель в основном находится в Татарстане, мы все делаем именно для него. Картина создана при поддержке Рустама Мениханова и комиссии по родным языкам. По словам организаторов, скоро фильм будет озвучен и на русском языке. Если наши дети хотя бы увидят мультипликационный вариант нашумевшей пьесы, они смогут познакомиться с творчеством наших писателей, понять татарский менталитет. Вообще мы это сделали для детей даже до 70 лет. Мы так это называем, прокатное удостоверение, хотя мы получили 6+, но мы рекомендуем, конечно, 12+, смотреть. Премьера анимационного фильма «Эльдермештян Альмандер» состоится 10 мая в 7 часов вечера на большой сцене Камаловского театра. Зрители увидят не только сам мультфильм, но также уникальное интервью персонажей, так называемый фильм о фильме. Ну а позже встречаться с командой создателей. Сирена Сахапова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань.